здравствуйте друзья мы с вами въезжаем в сан-франциско и я очень люблю вид с хайвея вот при въезде в город он очень такой вдохновляющий я бы сказал я просто вас приглашаю вместе со мной поглазеть по сторонам едем мы самый что ни на есть даунтаун то есть вот вот прямо туда вот в эту красоту конечно издалека смотреть может быть интереснее потому что видно лучше когда мы уже там окажемся конечно там как в бетонном колодце в таком но только если вот голову задрать и смотреть наверх конечно здорово вот а если так вот из автомобиля то конечно не очень может быть мы когда-нибудь заведем камеру вот эту на 360 градусов специально чтобы ездить по даунтауну я посматриваю за этими камерами как там дело развивается но пока что вот сказал бы так что не впечатляет то что есть какие-то они недостаточно совершенно не не ценой они меня отталкивают а тем что как бы вот не того качества еще то же самое как допустим какую-нибудь хорошую камеру которая там делает там 4 кей настоящие серьезные и сразу там может быть и 60 кадров в минуту тоже вот мне бы хотелось чтобы в одной камере было бы и то и другое но но чё-то пока не вижу компания зинга справа если кто обратил внимание такое здание не впечатляюще особо вот да а слева ну я думаю что вам тоже немножко видно и в ту сторону тоже там уже начинаются такие холмы застроенные жильем а вот отсюда у нас вид такой на даунтаун который чуть правее и ой 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 и смотри какой большой и прямо вот тут передо мной но надо так в лес до сэвэн ап газировку отравленную возит так послушайте он же нам вид загораживает я не сразу сообразил зачем нам зачем нам такая красота перед носом мы же смотрим на город так может быть мне правее куда-нибудь уползти хотя он вроде уходит там куда-то ну ладно пусть уходит будем ходить так вот 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 направо красиво может вам камеру дать чуть повернуть вот так одновременно с этим вот тут внизу это такое складское хозяйство тут рядом порт и в общем очень много такого невзрачного на вид такого индустриально сарайного тоже есть такое вот я собственно мог бы и не говорить ничего но просто думаете вам в тишине это надо сейчас как-то развлечь тоже строится вы видите там не просто так вот мы едем а там еще строят красиво строят вот раньше не строились этим зеленым стеклом как-то не было такого вот вы видите что это довольно редкие такие здания так остекленные таким зелененьким а сейчас вот и становится больше и больше и зелененьким и синеньким и какой-то шарм у этого есть кей вот там впереди если так прям прямо ехать то мы упрёмся в залив то что называется сан-франциско бэй сан-франциско бэй но там мост на самом деле там впереди мост поэтому в воду мы точно не попали а мы бы переехали на ту сторону залива и оказались бы в городе в окленде так вот я выхожу из тени этого автомобиля большого страшного налево красота у нас вот туда слева вот качество дорожного покрытия обычно похуже таких местах им сложно ремонтироваться так и мы уходим в город 4 стрит вот она тут написано последний выход из города по 6 здесь не вышел ушел на мост что нам совершенно ничего я уже не говорю о том что нас ждут у нас appointment у нас appointment с начальником отдела кадров компании не буду говорить какой может быть нам вообще не положено я поэтому помалкиваю вот а если можно мы узнаем у нас такой сериал сегодня будет по дороге мы чего-то снимаем и на обратном пути может быть с ними ну и соответственно конечно главное что мы сегодня будет снять кого мы будем сегодня снимать это вот анна она минец ее фамилия и вы на самом деле довольно много об они сможете узнать просто глянув на ее профайл в линк ты не например да то есть не то чтобы я там что-то такое могу засекретить из того что доступно в публичных источниках так я думаю что тут налево вот ведь нам даже подсказывает электроника чтоб мы не сомневались об так постоим мы стоим видите справа вот такое кирпичное здание раньше тут много таких было вот собственно вот туда вот они и стоят вот видите там а сейчас их перри упаковывают современной начинкой и становятся такие хорошие офисные помещения а вот слева вот улица пошла такие типичные сан-франциски и домики вот они так друг другу лепятся с эркерами и уходят туда в глубину они узкие вытянутые у них фронт достаточно узкий вот он вот он даунтаун друзья чё тут скажешь хорошо хорошо знаете как в анекдоте как же ты глядя люся это отец у тебя потомственный рабочий матч ткачиха а ты вот стала валютной проституткой и она говорит ну что вам сказать товарищи повезло вот и вот так вот мы ну что сказать вот красиво и все едем да я думаю друзья что конечно можно так путешествовать вот вместе со мной а можно на самом деле просто приехать и тут по городу погулять в принципе мы в таком мире сегодня живем я вам скажу когда я был помоложе так скажем и границы были закрыты и выездные визы было нужно брать куда-то поехать даже в соц страну какой-то зачуханную это меня никогда не выпускали не в болгарию не в гдр там никуда я был такой не то что не выездной но вот как у меня не было статуса не выездного но был такой как бы по факту вот никогда никуда не пускали и соответственно в туристическую там же не сбежишь даже вот а сейчас такое время господи вот можно взять и поехать там сам франциско или можно вы не вся эти как часто приходят люди ко мне в офис которые смотрят наш канал и которые так вот заходят знаете там сфотографироваться сувенир какой несут и я спрашиваю как что чего куда они оказывается вот долетели до лос-анджелеса взяли машину и едут там по стране и у них там разные планы вот они и в лас-вегас они и сан-франциско и там на каньоны там еще чего-то и думаю боже и не то что это миллионеры какие-нибудь там ну наверное какие-то бабульки нужны для этого но в общем то что хочу сказать что потрясающим мире мы живем сегодня не сравнить ой не сравнить с одной стороны вот мы тут ну те кто постарше мы иногда ужасаемся что вот молодняк не знает вообще как раньше было с другой стороны я думаю боже какое счастье что они этого не знают то конечно у них нету иммунитета да то есть они когда слышат вот эту вот гниль который сегодня достаточно много тоже они не понимают что это гниль им начинает казаться что это может быть привлекательно что это имеет смысл что это справедливо и так далее вот всю эту лагерную лабуду в эти которая страна в лагеря превращать у них нет социального опыта этого но с другой стороны я хочу сказать дай бог не знать все эти дряни правда уже лучше уже лучше не иметь этого иммунитета чем вот так вот но как сейчас я покажу красивый домик вот тут слева сказать какой до продолжаем движение мы сейчас пересекли улицу которая называется mission помните мы недавно ездили в миссию которая в городе кармел а сан-франциско здесь самая северная из 21 миссий которые францисканский орден создал в калифорнии фактически освоение калифорнии произошло таким путем и вот этот мишин тут почти в каждом городе есть какая-то мишин стрит да а тут мы подъезжаем к улице маркет маркет это можно сказать главная такая улица в городе ну такая можно сказать бизнес-центр там полно хаум лесов бездомных там в будний день лучше не ходить но смысле это не симпатично вот когда нет людей которые ходят на работу в офисы и так далее то там остается только вот неприглядная часть этого всего вот но в целом если так вы здесь будете в рабочий день прогуляться по мишин по меня здесь мишин в меньшей степени по маркет стрит очень здорово тут еще по выходным есть farmers market то есть такой хороший здоровенный угол выгораживают и приезжают фермеры продают там там не только например там фрукты овощи там и рыбка свежая тоже китайцы обычно торгуют рыбкой и мед там мы помню когда-то покупали апельсины по 5 фунтов на доллар 5 5 фунтов на это очень очень неплохо вот даже по тем временам так что здесь много таких известных магазинов центральных там вот типа того же мэйсиса и так далее здесь здесь прикольно улица маркет эта улица по которой вы обязательно прогуляетесь если когда-нибудь попадете в сан франциско но естественно пробочки вы видите то есть так вот сказать что мы попали именно в пробку в пробку такого нет но так вот обычная езда по городу по центру города тем более сейчас половина первого вот а мы в час как раз назначили встречу с анной сейчас половина первого и вот конечно не самое благоприятное время для езды хотя бывает и хуже я вам скажу вот когда все домой едут или когда все на работу это еще хуже вот мы пересекаем я надеюсь улицу маркет вот она вот она друзья улица маркет вот она а мы ее пересекаем пересекаем улицу маркет встраиваемся тут из двух полосочек в одну что то мне не нравится где я стою сказать по правде то я прям тут ой ты ё-моё мальчик да значит ведь что творится ой-ой-ой тут справа меня жмут и слева меня жмут и застройки вот из-за этой едем нам прямо нам прямо 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 5 таких местах друзья тоже строят это же какая-то филигранность в этом проявляется вот строить в таких местах а вот люди ходят смотрите на них очень много туристов в сан-франциско очень очень много я уже забыл там что-то 15 16 17 миллионов год очень много так что здесь очень большая индустрия этого всего ой-ой-ой-ой-ой смотрите тут какое здание вот оно такое здание слева запаркованы большие машины крупные тут эти грузовички и федерал экспресс там они 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 жмут соседнюю полосу соседняя полоса жмет нас welcome to сан-франциско так 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 едем-едем-едем-едем-едем слайд-лефт но это еще не не прямо тут ладно едем-едем-едем-едем сейчас мы этого обойдем там пять колодцев подряд на дороге можете представить и мы через них через них через них ребята вот видите как стал в левую полосу а тут такое сейчас может быть мы объедем немножко Да, мы сейчас объедем Да Ну, хорошо Вы, я надеюсь, получаете Представление о городской жизни Из первых, можно сказать, рук А ведь когда-то мне здесь нравилось, друзья Я думал, как можно жить где-то еще Кроме как в Сан-Франциско Первые два года нашей эмиграции здесь прошли Мы очень любим Сан-Франциско Здесь есть своя энергетика Да Вон там справа, смотрите, что творится Вот так Так, едем, едем Мы, в принципе, неплохо стоим в этой полосе Потому что нам отсюда сворачивать немножко Но с другой стороны Учитывая, что она забивается все время Какими-то Поворачивающими туда или сюда Возникают неудобства Так Да Я, к сожалению, не могу вам показывать, что делается справа и слева Вот улочки, которые мы пересекаем Они тоже очень живописные, очень интересные Хилтон Вот такой Хилтон Пожалуйста, нехилый Хилтон, нехилый Едем, едем, едем Едем Давай, товарищи, давай Давай, 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 давай Так Мы же не беспредельщики, правда? Людям надо выезжать тоже Так И вот мы сейчас уже почти-почти-почти приехали Вот сейчас будет та самая улица Окей Коламбус Да Да Вот мы на нее сейчас повернем Так О, как Смотрите, совершенно другой мир Маленьких улочек Строится Это хорошо Я люблю, когда строят Не потому, что удобнее ездить В процессе строительства А потому, что вообще строительство – хорошее дело И жилой фонд вообще, так сказать, улучшается И работа у людей И город становится красивее Хорошо О, как Смотрите-ка, что творится-то Да А вот слева Такая типичная калифорнийская картинка Есть на первом этаже там магазинчики А вот сверху там какое-то жилье Вот с этими эркерами Это старенькое все Это не то, что вчера построили Я надеюсь, вы Догадываетесь И без моего комментариев тоже Так хочется сказать Вах-вах-вах Здесь хорошо побродить Побродить В кафешечке посидеть Может быть там зайти В какую-нибудь парикмахерскую Там поболтать Ну, в смысле поболтать Постричься И заодно немножко поболтать Вот там впереди И хорошо Видите, на столбах Такой Как бы флагом итальянским Раскрасили Че это они флагом-то? А может и не итальянским Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Нас болтает Так Боже Вот он сумочку свою загружает Понимаете, вышел из магазина Понимаешь? Сумочку загружает А че действительно Сумочку не загрузить? Так движение не перекрыть Нормально Так И вот у нас Направо улица Юнион Очень и очень Друзья Известная улица А еще есть Юнион Сквер Это вообще Это, можно сказать, самый Даунтаун Там елку накрывают Наряжают Я здесь Наряжают елку И вот мы движемся сейчас В гору Наша цель Улица Монткомери Монткомери Их тут две Есть Монткомери А есть Ню Монткомери Это надо не перепутать А то приедешь не туда Наша конкретно Монткомери Окей Вот Едем вверх А справа у нас Вот такой замечательный Жилой фон Так Смотрим налево И едем дальше Так Мужчину пропускаем Движемся вперед Мне нравятся домики слева Очень симпатичные Вот тут И справа хорошо Забрались 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 мы на самый верх Друзья Вот у нас такой вид Открывается впереди Но нам что? Нам налево Так Поехали налево Ё-моё Ничего себе Мы налево А? Как вам тут нравится? Да Да Очень интересно Даже Получается Вот так значит То есть Типа приехали Ну хорошо Будем парковаться Так Что-то мне не нравится Это место Вы знаете Что я вам скажу? Мне нравится И все Так Самое большее Что мне не нравится Это Отсутствие Платного паркинга Чтоб я мог стать спокойно И стоять И никого не обижать В этом месте И чтоб меня никто не трогал Так Ну что Товарищ хочет отъехать Или что? Нет такого ощущения А А так вроде светится В нужном направлении Так А здесь что пишут? Ноу стопинг С До декабря Вот Ё-моё До декабря У них тут ноу стопинг А тут чего? А тут говорят Два часа паркинг Вроде Слушайте Неплохо Вот Ой Вот мы и встанем тут Раз такое дело Хорошо Представляете Он там красотища какая Друзья Как вам нравится Мне нравится Не зря Друзья Не зря Казалось мне странным Это место Вот я вам показываю Как тут симпатично Это не то место Оказалось Я позвонил В офисе Говорю, что неужели Они говорят Нет, нет, нет Тогда мы с вами Разворачиваемся И проваливаем Ацент Вот Хотя здесь по-своему Прекрасно Но это не то место Куда мы едем Так И тут нам солнышко Будет светить Сейчас в глаза Поэтому я Что могу сделать? Я могу камеру На себя Конечно перевернуть Ой Пожалуйста Вы можете Лицезреть Но Это совсем не то же самое Что смотреть на город Самое главное Друзья Что Непонятно И даже обидно Потому что Адрес-то я вроде вел Правильно А что-то оно говорит Что я не там Ой-ой-ой Мама родная Чтоб я так жил Чтоб я так жил Да Ой-ой-ой Точнее Чтоб нам так не Не мучиться И в этой жизни В таких местах Ездить Я прям какой-то горец За рулем Ой-ой-ой Тут еще люди бегают Так Видели бы вы Как красиво Куда я еду Ну Сейчас Сообразим Так Значит так Я еду Снова вниз Точнее Я возвращаюсь Я тут поднимался Вверх А теперь Мне говорят Что нужно Немножечко Съехать вниз То есть Что-то надо Объехать было Чего объехать Я не знаю А нет Теперь Говорят Еще больше Вперед Ну давайте Может я не туда Сверню Да Вы видите Город Впереди Красиво Я надеюсь Что солнышко Вас не слепит Странно это все Ну ладно Тут понимаете Как Есть Много улиц С односторонним Движением Вот Туда едешь По этой улице А обратно Уже по другой И я что-то Наверное Проскочил Поэтому Меня по большему Кругу Сейчас Пропускают После того Как я что-то Маленькое Пропустил Едем Так Ребята Окей А вот тут Где с собачками Нам налево Тут острый Такой угол Градусов 45 Сейчас посмотрим Ага И солнышко У нас будет Непонятно Где Я переживаю Друзья За вас Я думаю Вы же хотите Видеть красивую Картинку Они Не так Чтобы Под солнышком Слепило Сейчас поглядим Хорошо Вы пока Можете Значит Любоваться Качеством Дорожного Покрытия Ой Автобус Теролик Справа У меня Вот Люди Так Ну Едет Или что Едет А мы Сюда Так Вот я в тенечке Тут заехал Красивое здание Там впереди Правда? В Остров Крым Если вы читали Если не читали Очень советую Вот Там Есть такой Небоскреб Карандаш Вот это С него писалось Так Да Вот сейчас Будет тенечек Будет лучше видно Давайте Я поверну Может быть От солнышка 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 ох красотища смотрите какой да да друзья все-таки редкие минуты как секунды когда мы находимся в тенечке мы можем видеть такое чего стоило того чтобы подождать пока мы доберемся до этого места честно сказать я сам никогда на это здание внимание обращал вот только когда вам показываешь так и самому тоже достается я спрашиваю себя как как это я вообще попал не в то место и не нахожу ответы вот здесь находится компания вот вот это рывал систем свинтина там ребят наших много работает они нас практикантов тоже берут да так ну чё зеленый свет есть теперь нужно желание впереди стоящего водителя вот сюда можно и снова туда можно едем и тут уже вот у этого гиганта так сказать острова крыма мы сейчас повернем немножко туда вправо возьмем вот такая красота ну товарищ 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 проезжайте тут его как красотки затормозили переходят улицу вот и мы попадаем вот такой колодец и прямо солнце нам слепит вот ну друзья учитывая что солнце работает против нас я не хочу вас огорчать солнечными зайчиками и мы собственно приехали судя потому что нам тут показывают да я вижу что это улица монтгомери вроде бы мы даже приехали так сейчас будем пытаться запарковаться это всегда очень интересный момент нам еще пару квартальчиков надо проехать прежде чем это произойдет он знак ставит паркинг вперед давай там паркинг а я твоя то с радостью только вперед хочется сказать в ответ мы пересекаем сейчас нет еще не пересекаем пересечем через несколько секунд когда светофор нам позволит улицу с сакраменто где там солнце ой да прямо вот тут тут существенно где запарковаться это всегда в городе такой вопрос возникает так ладно так 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 у нас буквально через квартальчик с небольшим говорят что мы приехали это 456 монтгомери да вот она значит серьезное здание кстати значит паркинг то где не видать паркинга вот так все ребята раз мы приехали я туда с вами прощаюсь ладно парковка это такой малоинтересный процесс и ну вот так вот так вот так